Всем привет! Меня зовут Катя и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать о моих новинках из магазина Lush. Вообще, конечно, Lush сейчас такие цены, что я крайне редко туда захожу. Но я начать хочу с двух масочек, которые я получила бесплатно. Расскажу вам небольшой такой секрет, лайфхак, я уже о нем упоминала. Если вы собираете 5 любых баночек, вот именно таких черных и прозрачных, больших, маленьких, то есть можно вот такие большие, можно вот такие маленькие, 5 штук и приносите их в магазин Lush и меняете их на любую свежую маску для лица. Вот я поменяла себе две такие свежие масочки, хочу вам подробнее о них рассказать. Первая маска это вот такая вот маска называется овсяная, свежая маска для лица. Здесь бананы, ваниль и овес. Она создана, чтобы успокаивать, смягчать и питать кожу. На самом деле, за счет того, что здесь овсянка, вот эти вот мелкие овсяные частички, они еще и плюс помогают отшелушивать, шлифовать кожу. Она вот так вот выглядит, вы видите, я ей активно пользуюсь. А пахнет она, так вот, знаете, именно бананами, смешанными, ну, знаете, овсяная каша с бананом, вот, прям вот, я люблю есть это на завтрак, и вот так она и пахнет. Довольно-таки приятный аромат. Она наносится, вот так вот лежит, как бы немножко шматками, когда вы ее наносите. Я ее наношу перед тем, как идти в душ и именно мыть голову, потому что я не терпеть не могу смывать маски, потому что все равно попадает на волосы, эта маска попадает на волосы. Короче, я всегда наношу такие смываемые маски перед тем, как идти в душ и мыть голову. Наношу, держать их на 10 минут и потом, в общем-то, смываете. Она очень действительно классно смягчает кожу после нее, личико такое мягкое-мягкое и очень хорошо такое напитанное, увлажненное. Классно, мне нравится эта масочка, пользуюсь ей примерно раз в неделю, наверное. Вот сейчас зимой, на самом деле, реже, потому что все-таки вот эти вот отшелушивающие овсяные частички не всегда хочется. Мне зимой больше хочется именно такой питательной маски, которая именно вот увлажняет, впитывается в кожу, а не отшелушивающей. Но вообще вот именно масочка вот эта мне нравится. Вторая маска тоже, которую получила бесплатно, называется любовный салат. Тоже свежая, эффективная, отшелушивающая маска, придает нормальной жирной коже сияние, полирует. Здесь содержится миндаль, масло миндаля и лавандовое масло. Также она содержит глину, за счет этого она как бы застывает на лице. Она более абразивная, такая более отшелушивающая, именно для комбинированной жирной кожи. Сухую она просто пересушит в конец. Она так вот выглядит, такая зеленая. И здесь очень-очень-очень мелкие вот такие вот частички именно перемолотого миндаля. И они довольно-таки, ну, ощутимо на коже. Я ее как наношу? Я ее наношу на все лицо, держу минут, ну, вот 7-10. Она немножко подстывает на лице, но не как глина, то есть как бы стягивает лицо, а чуть-чуть вот застывает на лице. Иду ее смывать. И в процессе смывания я вот так вот по коже ее круговыми движениями, ну, использую как типа скраб. И вот эти вот мелкие частички миндаля, они дополнительно еще скрабируют и шлифуют кожу. Не знаю, как насчет именно сияния, наверное, именно прям сияния я не заметила. Возможно, мало ей пользовалась, возможно, у нее накопительный эффект. Но именно шлифует кожу, она классно. Кожу потом надо хорошо увлажнить, то есть так нормально, может быть, после нее даже увлажняющую маску нанести. Или хорошим таким слоем увлажняющий крем. Но зато именно кожа лица, она такая гладенькая, отшлифованная. Вот такая вот именно, это даже больше маска-скраб. Подарочный набор, это я покупала для своей мамы. Она у меня просто обожает лажь. Я не хотела покупать именно готовый набор, потому что там очень много, ну, ненужных вещей. Мыла, гели для душа, ну, как бы, знаете, бомбочки для ванны. У нас нет ванны, у меня, у мамы у нас душевой кабины. Поэтому я именно хотела сама набрать подарок. И так как они не пакуют именно наборные подарки в красивой упаковке, они пакуют, у них вот такие вот платочки разных абсолютно расцветок. Мне понравился вот такой вот новогодний, с такими, ну, как брюшками Деда Мороза. Ну, классный, по-моему, милый, классный именно новогодний подарок. Вот этот шарфик, они вот так вот все завязывают, упаковывают, очень красиво смотрятся. Так необычно, симпатично, я вставлю фотографию, как это все выглядело. И первое, что я купила для мамы, это желе для душа. Называется заводной апельсин. Пахнет прям, знаете, вот таким вот, такой свежий, цитрусовый, довольно-таки сильный аромат. Ну, такой вот прям, ох, бодрящий. Это желе для душа, оно вот прям желе-желе, то есть немножко зачерпываете, можно на мочалку, можно просто руками разместить по телу. Оно действительно очень здорово пенится, классно очищает кожу, прям действительно до скрипа. Я, мне не нравится желе, потому что, ну, вот не именно консистенция, такой пользоваться не нравится, я больше люблю вообще кремовые средства для душа. Но моя мама вот это вот желе просто обожает, она покупает разные. Вот на этот раз я и взяла заводной лимон, у нее такого еще не было, запах ей тоже мега понравился. И, кстати, моя мама очень чувствительна к ароматам, она не пользуется духами, потому что никак не может найти свой запах. Ну, после, там, часа ношения любых духов у нее начинает болеть голова, всякие, если отдушки в кремах для лица, для тела, вот она вообще терпеть не может. Но почему-то вот эти вот термоядерные запахи от Lush, она просто обожает. Для меня, честно, загадка, почему. Следующее, что я ей взяла, это желе для умывания лица. Называется Papano L. И когда я пришла именно выбирать подарок, сказала, что мне нужно желе для душа, мне продавцы посоветовали возьмите еще желе для лица. На самом деле, я первый раз его вижу, и продавцы мне сказали, что это не новинка, но он бывает очень-очень редко, оно, да, это желе. И его привозят только под Новый год и в очень маленькой партии, поэтому его расхватывают просто моментально, поэтому я его вообще никогда в магазинах не видела. Сказали мне, возьмите обязательно, не пожалеете. Ну, и так как моя мама любит желе для тела, то я подумала, что, наверное, желе для лица ей тоже понравится. Свежие апельсины освежают кожу, масло мандарина придает вашему настроению мгновенный заряд бодрости. В основе этого желе настой свежих апельсинов и лимонов пахнет действительно очень так свежо и не так резко, как, например, вот это вот лимонное желе, заводной лимон. То есть более спокойный аромат, но тоже такой свежий, бодрящий, цитрусовый. Это тоже такое прям желе-желе, нужно именно отломить кусочек, и оно вот там такой один большой, свернутый несколько раз, блин, этого желе. Вот такая вот огромная банка, я думаю, хватит ее очень надолго. И, кстати, вот это вот желе, вроде кажется, такая миниатюрная баночка, здесь всего 100 грамм, но тоже хватает довольно-таки надолгое время, потому что пенится он отлично, его нужно совсем-совсем немножко. Также я взяла маме ее любимый крем для тела, карма-крем. Она его просто обожает, он очень увлажняющий, он жирный, он зимний, он для сухой кожи подает просто отлично. И у меня он был когда-то очень давно, и я лично им пользовалась после такого достаточно абразивного скраба для тела, когда вот вы все тело отшелушили, отскрабировали, отшлифовали как следует, и чтобы потом увлажнить кожу, я наносила вот этот вот крем. Он действительно здорово увлажняет и прям питает кожу. У него довольно-таки резкий запах, ну, в общем-то, как у всей продукции Lush, но он такой вот именно зимний, уютный, приятный. Здесь тоже цитрусовые, да, вода цветков апельсина, миндальное масло, какао масло, масло почули, масло апельсина, лавандовое масло, сосновое масло, лимонграссовое масло, в общем, просто кладись. Довольно приятный запах, и он очень долго держится на коже. Прям, знаете, вот сутки, серьезно, пока вы снова не смойте гелем для душа этот крем, аромат на коже остается очень долго держится. Впитывается он не то чтобы прям быстро, моментально, но от него, мне кажется, этого ждать и не приходится, потому что он довольно-таки жирный, и именно направлен на питание, на увлажнение кожи, поэтому именно утром быстренько, до того, как одеть одежду, его не нанесешь. Его нужно наносить именно вечером, на ночь, вот так, такая, как спа-процедура. И последнее, что я вам сегодня покажу, это кусочек мыла. Я взяла совсем маленький кусочек, здесь, по-моему, 50, что ли, грамм. Это эвкалипт, туалетное мыло, здесь в составе настоя эвкалипта, рапсовое масло, кокосовое масло, в общем, тоже масло для манграса, мяты перечной, тоже куча всего, ну, такой вот небольшой кусочек. Такой цитрусовый бодрящий аромат, у меня как-то вот этот подарок получился, именно такой цитрусовый, я, честно, так получилось случайно, но вот как-то я в этот раз все так выбрала. Вообще, мыло, вот такое вкусковое, лаж классное, оно классно пенится, оно очень здорово очищает руки, и оно просто настолько долгоиграющее, его хватает, я не знаю, всей семьей мыть руки, не перемыть. Вот, такие вот новиночки от лаж, пишите обязательно в комментариях ваши любимые средства от лаж, чем вы любите пользоваться, или что хотели бы попробовать, обязательно оставляйте свои комментарии, не забывайте ставить пальчик вверх этому видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в соцсетях, все ссылочки, как обычно, будут внизу, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!